Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими. Подчеркну главное, суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как это, например, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. И ещё раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повторю, наша принципиальная позиция следующая – нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, её демилитаризация и деницификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились ещё в ходе стамбульских переговоров в 2022 году. Там и по демилитаризации всё было понятно, всё было прописано, количество того, сего, танков, обо всём договорились. Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены и права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии – статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей – как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договорённостей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России. Считаю, что Россия предлагает вариант, который позволит реально завершить войну на Украине. То есть мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории. И пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношение доверия и добрососедства между Россией и Украиной, ну и в целом в Европе. Субтитры создавал DimaTorzok